Осень 83-го. Вот уже неделю Ленинград заливали дожди. Он сидел на стуле в коридоре Дома культуры милиции. С противоположной стены на него грозно смотрели Андропов и Дзержинский. По коридору туда-сюда носились какие-то люди в милицейской форме, ходили важные мужчины в дорогих костюмах и женщины с цветами. «Где этот артист? Как его? Аяров? Или Розен? Розен, где он?» Всего четыре песни, а столько заморочек с ним. Крики администратора разрезали тишину этого длинного коридора. Он встал, аккуратно взял гитару и пошел за кулисы. Как будто в замедленной съемке донеслось «Дорогие товарищи милиционеры, открывает наш концерт молодой начинающий автор-исполнитель Александр Розенбаум». Через несколько минут луч прожектора на сцене ослепил его. Тишина в зале, длившаяся несколько секунд, показалась вечной. Он глубоко вздохнул и взял первый аккорд. Заходите к нам на огонюк, белоскривка ласковая, так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель. Пьяная соседка, а в руках бога. Здравствуй, старый друг, мэтро-дотель, мадмуазель. Привет, Рошель, сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. День такой хороший, и старушки крошат хлебные мяки с сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнетая лошадь, мордой наклонившись, а к своим езлям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Постучат копыта дробью по мостовой, да не клещи гоняем, уже больно. В каждом таксомоторе и в каждом кабинете обкома партии, наверняка, вместе с горкомами, были кассеты мои. В этой кассете были записаны не только одесские песни. Там были и утки, там были и глухари, там были и казачьи, и многое, что другое. Но, конечно, люди в первую очередь взяли Одесскую. До 86-го года, моя фамилия до 85-го, по-моему, не писалась в афишах вообще. Я выступал с сольными концертами. На какие только хитрости не приходилось идти, чтобы иметь возможность выступать на профессиональной сцене. Но народная любовь росла в геометрической прогрессии, и когда впервые на афише написали автор-исполнитель Александр Розенбаум, билеты спрашивали за километр. На первом концерте Розенбауму разрешили спеть всего 4 песни. Когда недовольная столь коротким выступлением публика начала свистеть и собиралась ломать стулья и бить окна, милицейское руководство срочно приняло меры, и на следующий день Розенбаум спел уже 14 песен. Мои поклонники, они знали, что если написано концерт, автор-исполнитель на эстраде и нет фамилий, значит, там я. Мне четко сказали, нужен псевдоним, да, хотите, Розенбаум, что это еще такое? Ну, это было неприятно, конечно, но нормально, нормально, переживаемо, понимаемо. Главное, чтобы зрители в зале были. Паяров Александр Яковлевич Розенбаум и нормальное окончание. Кстати, очень интересная фамилия, не поймешь, то ли дагестанец, то ли казах, то ли русский. Но это продолжалось до 14 октября 83-го года. Первый мой сольный концерт Декадзержинского. Общеизвестный факт, что отношение к цифре 13 у большинства людей неоднозначное. Хотя именно в этот день родились Александр Невский и Иван Крылов, Федор Шаляпин и Марк Захаров. Именно 13-го увидела свет одна из самых популярных песен в мире – Бетловская Yesterday. И для Александра Розенбаума это не просто число. Я верю в судьбу, я верю в предначертания, я верю в то, что есть высший разум, как я его называю. Но я убежден, что с судьбой надо работать. У него день рождения 13-го числа. Для меня эта цифра будет тоже счастливой, я считаю. Я ее люблю, потому что я родился 13-го числа. И для меня всегда 13-го числа – это были праздники. 13-го числа, сентября, родилась Зоя Космодемьянская. И дружина моя носила ее имя. Все время были сборы какие-то пионерские, там линейки. А я подходил к старшей пионервожатой и говорил, Нина Владимировна, ну вы же знаете, что у меня сегодня рождение, можно я пойду? И она меня с удовольствием отпускала. Это тоже большая радость с того времени. 13-е числа я побаиваюсь. Тем, для кого цифра 13 считается неудачной, для того она, видимо, неудачная. Можно это трактовать как единица над 12, собственно, это число Бога. Одна из любимых цифр нашей семьи. Я живу в квартире 13. У нас в команде 13-е номера всегда были. И как раз те, кто приносили результаты и удачи. Каждый себе строит какие-то стереотипы, допустим, ну, за границей, допустим, в лифте нет 13-го номера. Михайлов играл по 13-м номеру, для него это был самый счастливый номер. Номер это очень важно для человека, оно успокаивает, он греет. Для меня в ней великая притягательность в этой цифре, не знаю, я ее люблю очень. И мне милее всех на свете. Лиговка родная. Южных нет на ней парихватов и купцов столичных. Здесь серьезные ребята без дурных привычек. Если надо, значит, надо, значит, так и будет. Заходите, будем рады, деловые люди. Лиговка, лиговка, лиговка. Ты мой родительский дом. Лиговка, лиговка, лиговка. Мы еще с тобою вопоем, мы еще с тобою вопоем. На улице Марата я счастлив был когда-то. Прошло с тех пор ужасно много лет. Но помнят все ребята на улице Марата, Что я имел большой авторитет. В коротеньких штанишках, забросив парты книжки, Как в катакомбе лезли в кучи дров. И в синей форме новой, усталый участковый, Ловил нас в паутине чердаков. Конфеточки, бараночки, я помню ночи в садиках. Карманы наизнаночку, родился в Петрограде я. Соборы трехметровые, в цвет грязно-канареечный, Гоняли участковые нас с голубых скамеечек. На Невском, как на пристани, рыбалка круглосуточно. Гражданки точно с выставки забрасывают удочки. Хрустят плащи Болония, доставки загранплавания. То теплоход Эстония аж вартовался в гамани. В кино билетик синенький, как пропуск на свидание. А там листком осиновым дрожат коленки Танины. Шалили нас парады нагретым подоконником. И платьица опрятные расстегивались школьные. Я вспоминаю свое детство с большим удовольствием. Были какие-то сложности, как у всех людей. Но больше была радость, больше было семейного уюта, счастья. Я центровой, потому что я просто вырос в двух коммунальных квартирах. На улице Некрасова и Восстание угол. А основное время Марата угол Невского. Это дворы. На Некрасова дом с печным отоплением. Это дрова. Игры, естественно, в дровах в первую очередь. А на Невском угол Марата это девять дворов, все проходные. Первый раз я услышал произведение Александра Яковлевича в ноябре 83-го года. Это было довольно интересно. Году в 80-м кажется, что они были всегда. Я услышал первый раз выполнение Фоменко. Коли. Фома все время пел гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. И услышал, скорее всего, у таксиста. Сашу Розенбауму я услышал, наверное, в самом конце 80-х. И, по-моему, у Илюшки Олейникова дома. Умирают Черненко. В этот день объявляют траур. Ну, а тогда, в 85-й год, ну куда, ехать, типа некуда, по большому счету. Надо дать моего папу. Он говорит, ребята, поехали ко мне. Набилось человек 15 в дом. Пели, гуляли. В полпятого утра, когда уже прям, видимо, был апогей вот этой вечеринки, Саняк сел за рояль. И все они, все наполнившись патриотизмом, запели «Ленин всегда с тобой». Я не был сорвиголовой, я не был оторвой. Я был нормальным дворовым мальчиком. В меру хулиганистым. Мы подраться могли, естественно, футбольными мячами разбивали окна, лампочки, приставали к девочкам. Приехал Вова Машков, абитуриентом, поступать в школу-студию МХАТ. И в общежитии у нас пел чудесные песни. Комиссионные решили брать вот эту вот серию, значит. И тогда я впервые услышал, собственно, фамилию Розенбаум. Это было удивительно, потому что человек, стоящий с гитарой, держал весь зал, что очень непросто. Никаких оркестров, ничего. Ехали в Санкт-Петербург. И у нас дверь в купе была приоткрыта. Мы сидели, у нас была гитара. Александр Яковлевич проходил мимо, нас увидел и сказал, боже мой, а можно с вами посидеть? То есть, Бог спустился как-то к челяди. Музыкой я, конечно, занимался из-под палки. И школу закончил я музыкальную из-под палки. Меня больше интересовал спорт и уличное времяпрепровождение. В начале 60-х в СССР профессия эстрадного музыканта считалась абсолютно непрестижной и даже какой-то несерьезной. Космонавт, ученый, спортсмен, строитель, в крайнем случае писатель или поэт. Вот о какой профессии мечтали школьники 60-х. Но о том, чтобы стать музыкантом? Конечно, я даже мечтать об этом не хотел и не мог. Я был у бабушки в типографии, и был один вечер у нее, а там на вечере играл ансамблик. И я подсел к пианисту, он меня пустил, и мы с ним играли в четыре руки весь вечер. А учитывая, что они играли всяких черных котов, ландышей там, то мне это ужасно все понравилось. И с этого дня, с этого момента мне захотелось играть музыку. Мне такое ощущение, что я всю свою жизнь помню эти песни. Но в сборной, да, у нас были встречи с ним. Он наш болельщик. Иду по Непскому и смотрю Питерское, это Всероссийское общество театральное. Возле него толпа народа. Я подошел, спрашиваю, а что сегодня будет? Они говорят, вот приедет один парень, очень интересный, типа Барт, да, песенник. Я говорю, а как фамилия? Они меня назвали, я не запомнил, конечно. И вдруг подъезжает скорая помощь, и из нее выходит парень с футляром от гитары. Оказался, это он. Пришла во всей своей красе бетломания в страну, и все. Мы все были бетломаны, и у нас жизнь была устремлена в одну точку. На чем же росли любители музыки в 60-х? В основном их выбор был ограничен песнями из радиоточки на кухне. И очень редко в гостях удавалось послушать пластинки с записями эстрадных исполнителей из социалистических стран. Юному Александру Розенбауму в этом плане сказочно повезло. У папы была на магнитофоне Днепр-12 500-метровая кассета блатника. У соседа по квартире были диски Битлз, он был фарцовщиком. Потом пришел Высоцкий. Да, итальянская эстрада была у отца. Воля-ре-го-го, канта-ре-го-го. Ну и плюс все остальные советские песни, которые были очень популярны. Плюс военные песни. Ну и плюс все-таки я в музыкальной школе занимался. Я услышал голос Розенбаума много-много лет тому назад. Был начало 80-х. В далеком городке под названием Нью-Йорк. И вот однажды какой-то из моряков передал мне кассету. В тот момент я понял, что Бог меня услышал. Жизнь моя переменилась кардинально. Своих песен у меня не было тогда. Я начал свои песни писать с первого курса Ленинградского мединститута из капустников. В 68-м году я начал этим заниматься. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я родился в династической медицинской семье. Я, правда, хотел быть геологом одно время, геологом, географом. Но как-то, закончив 10-й класс, меня ноги понесли в медицинский. И я счастлив, что я туда пошел. И вот какую-то обязанность врача, врачевание души человека, вот, наверное, Саша оттуда и взял. Вот если сейчас я увижу, что, не дай бог, сейчас машина здесь кого-нибудь собьет, вот, я ж тут же помчусь туда, потому что я знаю, я умею, и это инстинкт. Ну, у нас на съемках, там, знаешь, человек упал с камеры, с помоста. Сань был первым, который наложил там шину. И, на самом деле, бывших врачей не бывает. Когда я восстанавливал девочку в самолете, я до этого 150 раз это делал. Просто не было мобильных телефонов. Дважды мы были на Амазонке. Он с собой таскал огромный баул с лекарствами. На нас не пришлось испытывать его медицинский талант. Но он все время лечил детей индейских, потому что они все в соплях. Люди во всем этом многообразии своего движения имеют обыкновение заболевать, травмироваться, умирать, подворачивать ноги, резать руки и так далее, и тому подобное. Что-то мне было нехорошо, что-то у меня живот болел. Говорит, ложись на кушетку. И он у меня встал минут 10, он по мне елозил, все-все-все. Говорит, старик, тебе надо. У тебя, говорит, не язва, но у тебя жуткий гастрит. Говорит, смотри, будь осторожен, пожалуйста, не пей пиво, лучше водки выпей. Но он настоящий русский доктор. Вот, наверное, про таких и Чехов писал, и другие наши классики. Я был неплохим доктором, поверьте. Люди не жаловались. Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но до слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобой ничтожно. Я хотел бы подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновенье. Ау, днем и ночью счастье забыл. Ау, заблудился в темном лесу. Ау, ничего другого на ум. Ау, ау, ау. Я хотел бы подарить тебе небо Вместе с солнцем, что встает на востоке. Там, где пылью начинается небо, И где не будем мы с тобой одиноки. И я хотел бы провести тебя садом, Там, где сны моей, хорошее сырье. Только жаль, вот не смогу идти рядом Отдыхание твоего каменью. Ау, днем и ночью счастье забыл. Ау, заблудился в темном лесу я. Ау, 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 ничего другого на ум. Ау, 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 ау. Когда Александр Розенбаум положил на стол начальника подстанции скорой помощи заявление об увольнении по собственному желанию, сказать, что тот удивился, не сказать ничего. Зарплата врача в то время составляла почти 200 рублей. Но принимать такие решения – это в крови у Розенбаума. Музыка к 29 годам стала моей второй профессией. Я был одним из довольно известных рок-музыкантов в Ленинграде. Я играл в группе «Аргонавты». Я писал много песен, в основном рок-музыки, популярной музыки. С ним лично я познакомился в конце 70-х, когда мы с «Машиной времени» приезжали на подпольные какие-то там концерты. Вот он был космат. Авторского, как мы ее понимаем, вот этого бардовского направления, практически я этим не занимался, кроме каких-то туристских песен, которые я сочинял в строительных отрядах после тяжелой работы на стройке или на лесоповале. Ну, я думаю, тоже, судя по внешности, что боксом Саша занимался серьезнее, чем фортепиано. Меня пригласил Алик Асадуллин, создал группу «Пульс» и пригласил меня для того, чтобы я, насколько я могу, пополнил их репертуар. После чего Алик позвонил мне и сказал, что ты должен на нас работать. Я был врачом специализированной машины скорой помощи, и мне было как-то сложно принимать это решение. И должно быть двух профессий, надо выбирать. Я выбрал музыку. Я уходил не за деньгами, совсем отнюдь их не было. Это был, очевидно, один из первых квартирников. Вошел юноша в таком кожаном, длинном, почти до полупальто, такого, в общем, достаточно боевого вида, то ли из Красной армии, то ли из Белой гвардии. Как уже рассказал наш герой, в то время он сильно увлекся одесскими рассказами Исаака Бабеля, и родился целый одесский цикл веселых, очень образных и достаточно хулиганских песен. Но одно дело исполнять их в тесной студенческой компании, совсем другое записать их на магнитофон, и уж совсем третье оказаться в ситуации, когда пленки и кассеты с этими песнями ушли в народ. В начале 80-х это гарантировало абсолютную народную любовь и тотальное преследование со стороны тех, кто этому народу служил. Понимаете, я никогда не был антисоветчиком. Я ни от кого не скрывался. Я в 17 лет в первом медицинском институте спел песню о Ленинграде. Дождь над дневой туман, львы намочили гривы. Пришла дипеша в КГБ, в ректорат первого мединститута и в портком. На сцену выскочил лохматый парень и начал выкрикивать в зал «Мне не нужна Москва». «Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса». Они должны были его запрещать, потому что он человек свободолюбивый. Он пел свободно и писал свободно настолько, насколько здесь было непривычно. Конечно, надо его запретить, закрыть везде, где только можно, и все. Были запреты, и они, наверное, ему, хоть и действовали на нервы, но наверняка они помогали. Потому что люди, да, люди привыкли, что если это запрещено, надо обязательно это услышать. Ну, были реальные проблемы. В Киеве меня арестовывали, держали там. Киевская власть написала в КГБ большую бумагу о том, что там Розенбаум приехал, там белогвардейские песни, там сионистская пропаганда, антисоветчину и прочее, прочее. КГБ обязаны были со мной разбираться, но они очень любили мои песни. Поэтому человек, который в течение недели со мной работал в кабинете, мы с ним очень подружились, и мы прекрасно понимали, что им надо отчитаться, а мне надо объясниться. У нас самым закономерным в жизни артиста, в его популярности и в любви к нему является как раз неприятие его системой. Только это и является вот прямой дорожкой к народной любви. Об АХСС как-то тоже мы очень мило разговаривали с человеком. Он после допросов таких легких выносил мою гитару, доносил мне до выхода ее. Народная любовь к Высоцкому, к Саше Розенбауму, в том числе зависела от того, что они были запрещены, и увидеть их, услышать было важно, и это была необходимость для огромного количества людей. Плавник шорох, берега моя, застыла чутко. Разжирели утка осенью. Снова осень закружила Карусель мелодий Покучусь с ветерком По нотам прокачусь И сыграю Если я еще на что-то годен И спою вам Если я на что-нибудь скажусь Я помню давно Учили меня Отец мой и мать Лечить так лечить Любить так любить Гулять так гулять Стрелять так стрелять Но утки уже Летят высоко Летать так летать Я им помашу рукой И я понимаю, что в комитете госбезопасности работают Ну не дураки, честно Я бы вырвался бы и все равно Но это могло было быть на 3-4-5 лет позже А первое широкое мое появление, знаковое Саша Иванов, передача «Вокруг смеха» Само появление Саши в этой передаче Говорит об определенном уровне акцензии, который он прошел Вот это тот случай, когда ты наутро просыпаешься знаменитым Наш ленинградский гость Автор песен Александр Розенбаум Влетела грусть Ну что ж, пойду, пройдусь Мне ее делить Не с кем И зеленью аллей В пухе тополей Я иду землей Невской Может, скажет кто Мол, клипот здесь не тот А мне нужна твоя сырость Здесь я стал мудрей И с городом дождей Мы мазаны одним миром Хочу я жить Среди каналов и мостов И выходить С тобой, Нева, из берегов Хочу летать Я белой чайкой по утрам И не дышать над вашим чудом Монферран Хочу хранить Историю страны своей Хочу открыть Михайлов замок Для людей хочу придать Домам знакомы с детства Вид мечтаю снять леса Мечтаю снять леса Со спаса на крови Афганистан Некоторые артисты под разными предлогами Отказывались от поездок туда Хотя звали туда только тех, кого по-настоящему Любили наши воины Розенбаум поехал один из первых Но несмотря на официальное признание Выпуск пластинок и появление в эфире Центрального телевидения Шлейф некой запретности Все равно еще продолжал тянуться за ним Стоял пограничник То есть таможенник там парень И это везешь, это наркотики, оружие Там Розенбаума везешь, кассеты Я говорю, в паспорт загляни Народ вокруг меня в покатуху Все легли бойцы там В непростое время с ним познакомился Когда ломался и строй, и жизнь Он ездил в другие места Куда никто не хотел ехать Это в Афганистан Там, где было опасно Там, где эта поддержка нужна больше всего Они ко мне приходят по всей территории земного шара Не только Советского Союза бывшего Не зря он народный артист Не зря сколько он с Кобзоном в Афганистан ездил Ну это действительно настоящий бужик Настоящий вот Настоящий, с которым можно брать пример Война это жизнь В разных красках писанная Где ж война-то без смертей Видели? Меня не волновала ни опасность, ни почетность Там мои сограждане Им там тяжело Ездил, езжу и ездить буду В Афганистане В черном тюльбане С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границы К русским зорницам несет ребятишек домой В черном тюльбане Те, кто с заданий Едут на родину милую В землю залечь В отпуск бессрочный Рваные в клочья Им никогда, никогда не обнять Теплых плеч Когда В азисе джелала пада Свалившись на крыло тюльбан наш падал Мы проклинали все свою работу Опять бача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в 20 лет могилы роют Которым в 20 лет могилы роют Песни, фактура и отчаянная смелость Розенбаума Стали привлекать кинематографистов Новой стране был нужен образ нового героя И вскоре после гастролей в Афганистане Состоялся его дебют в большом кино Афганский излом Бортко меня пригласил Сыграть как бы мой концерт Мы постарались это сделать абсолютно документально Как это и было Старший лейтенант Стеклов Прямо из округа Разрешите узнать, как пройти в штаб? Бандура Не понял? За мной А потом, когда меня пригласил Сева Плоткин в кино, чтобы выжить Я пришел к Лене Филатову и сказал Лень, друг мой дорогой Как ты считаешь, надо ли сниматься? На что Леня сказал, попробовать ты обязан Я попробовал, вроде получилось Да, вы знаете, он настолько уверенный в себе человек Знающий жизнь, знающий людей и понимающий, что он делает Что, в общем, никакого диссонанса такого Вот я актер, а он там не актер Это был, по-моему, чуть ли не последний фильм, снятый в Советском Союзе У нас там была рота Которой все офицеры, все прапорщики Все прошли Афган И многие помнили его Его оружие – это гитара Но это оружие Умница! Потом было еще некоторое количество фильмов Я не драматический актер Но я думаю, что военного человека Я бы с удовольствием сыграл Мне кажется, что он настолько глубокий, многогранный человек Что какую роль он бы мог сыграть в кино Да и сотни ролей Существует какая-то некая химия Леонид Квенихидзе, режиссер Мосфильмевский Собрался делать картину Эта картина называлась «Друг» И попросил Александра Зымбау Уже тогда известного написать Для картины, вот конкретно для фильма Две песни Это «Вальспастон» он написал И «Нарисуйте мне дом» Гениальная песня совершенно Одна из самых моих любимых И они очень сильно попали в фильм Вы же не собака Я говорю, вы же не собака Дали бы и мне подержать Стефанович Саша снимал фильм «Начни сначала» И мы там на съемке познакомились Он просто позвал Розенбаума, Гребенщикова и меня И Макаревича, собственно говоря, который играл главную роль И мы вместе провели какое-то время Несколько часов на этом речном трамвайчике Где распевали спиртные напитки И пели друг другу песни Площадка съемочная Это очень тяжелый труд Но он отвлекает Это не мой основной Поэтому я с удовольствием в труде отвлекаюсь Мне это нравится Нарисуйте мне дом Да такой, чтобы в масть В масть козырную Лучше бы в бубну В том метом укажите место Где бы упасть И заснуть И не слышать зов Глашатая в трубной Нарисуйте мне дом Да такой, чтобы жил Да такой, где бы жить не мешали Где устав от боев снова силы б копил И в котором никто Никогда бы меня не ужалил Я бы сам Я бы сам Да боюсь, не сумею Не найти мне никак Эти полутона По дремучим лесам Все скачу, все скачу на коне я И в холодном поту Через день Пробуждаюсь от сна Из своих 70 лет Народный артист России Розенбаум Более 40 лет на сцене Около 900 песен 34 альбома Фильмы, книги, концерты Каждый год 9 мая Концерт для ветеранов Каждое последнее воскресенье июля Концерт для военных моряков Как до сих пор сохранять мотивацию для творчества Почему я продолжаю писать Не только потому, что я так хочу А потому, что на меня надеются Большое количество людей Которые мне этот аванс выдают Раз он пишет Он понимает, что это востребовано У него какое-то чутье И он им дает надежду и уверенность в том Что будут мужчины, будут женщины Будут дети, будет небо И все то, про что он пишет Он абсолютно ценный Все-таки Розенбаум в первую очередь поэт Совершенно великий поэт Он все-таки мыслитель Он все-таки философ И довольно оригинальный музыкант Человек со своей болью С очень непростой жизнью С своей судьбой Идет главным путем Не формальным, а внутренним Как Бог ему дал Свидетели в чем дело? Александра Яковлевича коснулась Счастливым крылом природа Это нас не будет Его песни будут звучать все время Это в некоторой степени И даже не в некоторой степени Дар Хотя на тех песнях, которые я написал Я могу прожить 50 жизней Я могу с одной программой ездить 25 лет Но я просто не могу позволить себе Выйти к людям без чего-то нового Без того, чтобы сказать им новые песни Я благодарю вас за вашу веру в меня Вот посмотрите, что еще я для вас сделал Забываю Чехова Ежу не по правилам В кухню с Беломориной За ночь раз по пять Крыша-то уехала А адрес не оставила И теперь не знаю я Где ее искать Крыша-то уехала А адрес не оставила И теперь не знаю я Где ее искать Под воротни пол бубить Будут меня грешного Ночью не обобранной Бегаю к речу Помогите, голуби Граждане сердечные Ежели крышу встретите Я ее ищу А как же я ее любил От черепицы до стропил От струйки дыма Из трубы до сеновала Я с ней ложился и вставал Как люди жил и умирал Но крыша съехала Всего ей было мало Я с ней ложился и вставал, как люди жил и умирал Но крыша съехала, всего ей было мало Говорят, что для женщины при выборе мужчины Один из самых главных критериев – это наличие чувства юмора Да и на эстраде, даже если ты просто поешь и играешь на гитаре Без него гармонично существовать очень сложно Я человек с чувством юмора, но я не реактивный Но я могу поюморить с большим удовольствием достаточно продуктивно Он потрясающий совершенно Попутчик во всяких экстремальных местах Саша анекдоты рассказывает великолепно, но не всем и не всегда Юмор, конечно, черный Меня это не пугает У него отличное чувство юмора, конечно, такое ленинградское Но оно очень тонкое Почти каждый великий город в мире ассоциируется с большим художником Нью-Йорк – это Фрэнк Синатра Москва – это Булата Куджава Наверное, ни у кого не вызовет возражений тот факт, что Ленинград для Александра Розенбаума – это не просто место, где он родился Ленинград – это мой дом Мой дом, моя квартира, моя родина Это моя память, это мое вдохновение, это мое счастье, это мое мировоззрение, это мое ощущение жизни Сашка насквозь ленинградский Он знает все крыши, он знает все каналы, он знает все дворы Роль Ленинграда в творчестве Саши Розенбаума, я думаю, главная Я очень долго жил на Владимирской, на пяти углах, а Саша такой лиговский человек Вот ленинградец он всей своей душой И даже вот одна из самых первых песен, она называется «Ленинградский вальс» Вот как Для меня счастье, что мы снимаем сегодня, вот сейчас, в данный конкретный момент, вот здесь В этой жемчужине невозможно не быть счастливым Жаркий день над Ленинградом, сноем парки и сушил Марево-Могутан каждый двор Погружаюсь я в прохладу винтовой твоей души Исаакиевский мой собор Поднимаюсь с толка, раньше раза в два быстрей Со здоровьем было хорошо Но зато теперь, друзья, я духом стал раз в пять сильней Здравствуй, Исааки, я пришел Стою в толпе под куполом Пою твою историю Смотрю, как чайки глупые летают над историей Два царственных наездника ведут себя по вечности Водит в небо лестница Веками искалечена Веками искалечена Я очень благодарен своей семье, которая никогда мне не говорила нет Хорошо, когда у тебя все-таки тыл существует И жена, и семья, и дети Это тебя всегда поддерживает Счастливым ему делает круг людей Друзей И с которыми он тоже очень Ну, практически, как я, очень осторожен Мои друзья Это пару-тройку человек Может, чуть побольше Из школы, из института Моим другом был Мой друг, человек, которого я во взрослом состоянии нашел Это Борис Силович Громов Редюген, командир мой спокоен Безрассудство и риск у него не в чести Позади караван Я корабль конвоя И обязан свой транспорт домой довезти А мне тесно в строю И мне хочется боя Я от бака даю, то в лихорадке дрожу Но приказ есть приказ Я корабль конвоя Это значит, себе я не принадлежу Но приказ есть приказ Я корабль конвоя Это значит, себе я не принадлежу Третьи сутки идем Солнце по лугу греет Не поход боевой, а шикарный круиз И расслабился транспорт Навалился на леер Что с гражданских возьмешь Только я не турист Я-то знаю Чего тишина эта стоит Я готов каждый миг Опознать их дозор Аппараты на ТОПС Я корабль конвоя Я-то знаю Что значит подставить свой борт Аппараты на ТОПС Я корабль конвоя Я-то знаю Что значит подставить свой борт Ну если бы мне предложили сегодня Спеть что-нибудь Дрозенбаумовское Сегодня я бы спел по-прежнему Упереться и не сломаться Это одна из моих таких Очень правильных песен Ну, наверное, АУ Я срок переходил Под сердцем плод тяжелый Извозчик, скорее всего Утки Летать так летать Грушек стал тяжелым Наверное, гимн военно-морского флота Глухарим Жеребенок Извозчик Про старика, который судьба Нарисуйте мне дом Придет пора И золотым дождем Окинет Петербург торжественную осень И каждый будет думать о своем И мы друг друга Ни о чем не спросим Вальс-бастон, мне кажется Вальс-бастон, естественно На ковре из желтых листьев Платице простом Из подаренного ветром Креп дешина Танцевала в подворотне Осень вальс Бастон отлетал Теплый день И грибло пел саксофон Изо всей округи люди Приходили к нам Изо всех окрестных крыш Слетались птицы Танцовщицей золотой Захлопав крыльями Как давно Как давно Звучала музыка так Как часто Вижу я сон Мой удивительный сон В котором осень Нам танцует Вальс-бастон Там листья Падают вниз Пластинки Крутится диск Не уходи Побудь со мной Ты мой каприз Как часто Вижу я сон Мой удивительный сон В котором осень Нам танцует Вальс-бастон На ковре Из желтых листьев В платьице Простом Что-то не то Почему у него иначе А почему у него так смачно звучит Там же те же аккорды И потом ты выясняешь Я не знаю как он пришел К этому строю Open G Он это довольно лихо делает То есть вроде это гитара и гитара Но строй абсолютно другой Аппликатура совершенно другая В отличие от других бардов У Сани нет уменьшительных слов Ласточка моя Березочка моя Солнышко мое И Сашка из рок-н-ролла А рок-н-ролл он честный Не получается все равно Он довольно необычный И если кому-то кажется, что простой Это далеко не так Он не простой музыкант И не простой аранжировщик Вот это вот Вечное какое-то смещение Когда музыка Чуть-чуть в другом ритме Чем голос Музыка Розенбаума Очень своеобразна Очень свойственна Его поэтическому слогу Его построению Фразам Его мышлению Ловит невероятный кайф От аранжировок От того, что он слышит Что его музыка Которая была вот гитарной Вдруг Когда обрастает инструментами Аранжировками Начинает звучать уже Как настоящая музыка Это совершенно естественная Детская Пацанская Нормальное увлечение У каждого из нас Свой Розенбаум Веселый и жесткий Трибун и философ Ленинградец и одессит Военный и моряк Многие заочно считают Его своим другом И каждый из нас По-своему счастлив Слушая его песни И он это огромное счастье Несомненно ощущает И от этого сам становится Счастливым человеком Вообще имя Александра Яковлевича Розенбаума Для меня Ну скорее Созвучно с первой струной С первой гитарой С понятиями Кодекса Такого дворового чести Правила Человек За которого Не побоишься спрятаться Есть чему поучиться Александр Яковлевич Если бы он захотел Он мог бы повести Зал за собой И брать зимний дворец Он сам по себе Он пишет музыку Как никто Пишет песни Как никто Поет как никто Сильный человек А Саша безусловно Человек сильный Живет вопреки обстоятельствам Слабый всегда говорит Ну что же Я мог сделать Время было такое обстоятельство Такие все так делают А сильный человек Он делает то что ему должно А там будь что будет У него четкая позиция С которой его сдвинуть Практически невозможно Он настоящий мужик Это тот человек Который Сделяет тебе Наверное веру В какой-то справедливость Какой-то правильный Путь По которому все должны идти Я видел у него впервые Вот глаза полные слез Мы купили Недорогой ковер Мы весь 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 этот ковер Заклеили Обшили наши девчонки Листьями Это получился Ковер полностью Из желтых листьев То есть это такая была Визуализация его песни Я помню он ошалел Саша Розенбаум Не раздевается душой Конкретно перед Какими-то людьми Он раскрывается Своей душой Когда он поет И пишет Для всех Если бы я смог Это написать Себе самому Туда В детство Будь самим собой Работай как Работаешь Добивайся своей цели Так как ты это делаешь Старайся ничего Не приукрашивать И не врать Многие до сих пор Пытаются разгадать Секрет успеха Александра Розенбаума Спорят о том Поэт он Или все же музыкант Певец или актер Барт Или рок-н-ролльщик Так кто же такой Александр Розенбаум Александр Розенбаум Это человек Без которого Трудно представить Звучание Последних сорока лет Это личность Большого размера Человек Человечащий Я бы так сказал Во всех проявлениях Саундтрек жизни Восьмидесятых Девяностых Годов Это ракета Это строки Которые всплывают В различных Жизненных ситуациях Это Наше поколение Отличный человек Это питерские усы Александр Розенбаум Это пример Человек Выдающегося таланта Мой друг Это патриот России И прекрасный человек Александр Розенбаум Это Ленинград Я люблю возвращаться В свой город Нежданно под вечер Продираясь сквозь толпы Знакомых сплошных облаков И на летное поле Спускаться Хмелея от встречи Захлебнувшись прохладой Соленых балтийских ветров Я люблю возвращаться В свой город Парахуриным гостем Сесть в такси Машин И с родной Петроградской У старой мечети встречаться Пролетая по белым ночам Обьяненной души Льют дожди надо мной Над Невой И святейшим синодом С той поры Как вел основать этот город Петровский указ Я люблю возвращаться Заранее зная погоду Да потому что привык Быть обманутым ею за час АПЛОДИСМЕНТЫ Заранее зная гонка Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...